Деяние святых апостолов, глава первая. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала, до того дня, в который он вознесся, дав святым духам повеления апостолам, которых он избрал, которым и явил себя живым по страданиям своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царстве Божием. И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены в духах. Посему они, сойдя, спрашивали его, говоря, «Не в себе ли время, Господи, восстанавливаешь ты Царство Израиль?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас дух святой». «И будете ли свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, Самарии и даже до края земли?» Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из виду их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг представили им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужик Галилейский, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Гелион, которая находится близ к Иерусалиму, с расстоянием с Его к его пути. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иа, Андрей, Юлик, Ухама, Басполомей, Матфей, Иаков Алтеев, И Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами Марию, Матерью Иисуса и с братьями Его. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание человека около 120, мужи-братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жеребий служения сего, но приобрел землю неправедную вздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима. Так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же Псаллов написано, да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да приимет другой. И почили по одному на каждом из них. Исполнились все Духа Святаго и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждой собственное наречие, в котором родились парфяне и медяне, и еламиты, и жителями Сапотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии. Пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Петр и Иоанн шли вместе в храм час молитвы девятый, и был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он увидел Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись с него, сказали, взгляни на нас. И пристально посмотрел на них, надяясь получить от них что-нибудь. Пострадать Христу, как и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена от ады, от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь Его во всем, что Он не будет говорить вам на земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Глава 4. Глава 4. Глава 5. Глава 5. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святаго, и говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями и домами, продавали их и приносили цену проданного, и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем, кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит сыну Тишения, левит родом Киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Глава 5. Глава 5. Глава 6. 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 Глава 7. 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 ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были ежедневно в раздерянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, нехорошо вам, нам оставить Слово Божие, пищусь о столах. Итак, братья, выберите из следы себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости их, и поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного веры, и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийского, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И тогда он вышел из земли халдейской, и поселился в Харане. Оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. И не дал ему на ней наследство, ни на стопу ноги, и обещал дать ее и обещал дать ее во владение ему и потомство его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле, и будут порабощение и притеснение лет четыреста. Но я сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут порабощение, и после того они выйдут и будут служить не на семь месте. И дал ему завет обрезания. По сем родил он Исаака, и обрезал его восьмой день, а Исаак родил Иакова, и Аков же двенадцать патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним и избавил его от всей скорби его и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом. Или пусть сии самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял пред Синедрионом. Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами. Выслужав это, Феликс осрочил дело из их, сказав, «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении». А Павло приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс, придя с друзилой и женой своей иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии двух лет на место Феликса поступил порций Фест, желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в вузах. Фест, прибыв в область, через три дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его. Прося, чтобы он сделал милость, милость вызвал его в Иерусалим и злоумышляли убить его на дороге. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражу и что он сам скоро отправится туда. «Итак», — сказал он, «которые из вас могут, пусть пойдут со мною, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его». Пробыл же у них не больше восьми или десяти дней, возвратился в Кесарию и на другой день сев на судейское место, повелел привезти Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал, «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против Кесаря». Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу, «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал, «Я стою пред судом Кесаревым, где мне и следует быть судимым. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь». Если тебе говорить за себя, тогда Павел, простершу руку, стал говорить в свою защиту. «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться при тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь моя от юности моей, которую сначала проводила среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою пред судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого в исполнении надеются увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь. За сиюта надежду царя Гриппа обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал к улете Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для сего, и я в домас с властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, Государь, с неба свет, превосходящие солнечное сияние, осиявшие меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке, Саву. Саву свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и мы сей говорили, что это будет. То есть, что Христос имел пострадать и восстав первых из мертвых, возвестить цвет народа иудейскому язычникам. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, безумствуешь ты, Павел, большая ученость заводит тебя до сумасшествия. Нет, достопочтенный Фест сказал он, я не безумствую, но говорю слово истинно и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым, и говорю смело, я отнюдь не верю, чтобы от него... ...то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августово полка именем Юрия. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь проплыть около осийских мест. С нами был Аристрах, македонянин из Фессалоники. На другой день перестали к Сидону. Юлия, поступая с Павлом человеколюбиво, позволила ему сходить с друзьями, воспользоваться их усердием. Отправившись туда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветеров. И приплыть в море против Филики и Памфирии прибыли в Миры Ликийские. Там сотник пошел Александрийский. Спасши же бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. И на племеннике оказали нам немало человеколюбия, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хлороста и клал на огонь, то ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. И на племеннике, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верно этот человек убийца, когда его спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Кублия.